Доброго времени суток, уважаемые друзья! Зовут меня Перпятом или же Александр, и сегодня я вновь стану богом в игре под названием DayZim VR. Ну а если вам понравится этот видос, или вы захотите меня поддержать, вы можете это сделать с помощью лайков. И да, друзья, по этой игре не было видосов уже очень давно, а всё потому, что я ждал обновления. С момента последнего прошло, наверное, около года, и разработчики говорят, что это самое большое обновление в истории игры. Было добавлено очень много, изменены цивилизации, народы и прочее. Что ж, давайте начнём уже возводить что-то. Давайте-ка берём леса... Ой, я уже забыл, как играть. Блин, реально играл год назад последний раз. И зафигачиваем! Эээ... А, ну да, точно. Зафигачиваем! Бабамс! Лес появился, и вот они, первые люди. Ну, вполне себе, обычные людишки прыгают в костёр, как обычно, бегают с косой, танцуют, веселятся, и нам нужно сейчас добыть немного древесины. Начать я решил с самого начала. И их четверо. Хм... И музыка хорошая заиграла, но они не добывают почему-то дерево. Мужик, это для кого вообще? Вот это, смотри. На, на, понюхай, посмотри, вот потрогай. Это дерево. Его нужно добывать. Добывай дерево. Так его нельзя, да? О, получилось, смотрите-ка. Пенёк отвалился, но оно всё равно не засчиталось. Жалко, ладно. Вероятно, а не всё, хватило. Ха, неужто? Ладно, бросите лес сюда, теперь они смогут строить дома. Так, немного изменилась панелька управления. Раньше выглядела она иначе, но давайте добавим немного леса, и добавим ещё, наверное, леса немного сюда. Плюс я бы хотел добавить немножечко травы вот сюда. Итак, теперь они могут строить дома. Ну, пока что-то я не вижу, чтобы они строили дома. Ребят, ну размножайтесь. О, еретики, ну здорово! Как жизнь? Как ты? Как ты? Соскучился по мне, Алерон, да? Еретик, 15 лет всего лишь ты побыл на свете, а ты уже стал еретиком. Как ты думаешь? Ты как хочешь вообще, ну, исчезнуть? Разбиться о землю, улететь в пустоту, отправиться на солнце. Выбирай. Говорит на солнце, показывает на солнце. Ну ладно. Я немного промахнулся, но ты уж не обижайся на меня. Сам понимаешь. Ну, как бы, с еретиками никто не будет сюсюкаться. Просто берёшь и выкидываешь его нафиг. Так, а люди-то развиваются реально быстро. Люди-исследователи. Для строительства им необходима земля с травой. А я что, им не даю разве? Вот, пожалуйста. И давайте добавим им воды, наверное. Будет небольшой океан вот тут. Ну, потому что поселения всегда, испокон веков, старались возводить именно, ну, возле воды. Либо возле океана, либо вдоль реки, потому что там много рыбы. Её можно есть. По воде можно переправлять ресурсы, плавать на кораблях и так далее. Да, малыш? Хай! Хай! Раш! Его зовут. Ну, вроде бы не еретик. Ха, они прямо на глазах растут. Прикольно. Ну, размножаются люди в этот раз реально гораздо активнее, чем это было всегда. Занятно. Надо добавить, наверное, им леса ещё немного, потому что ресурсы заканчиваются. Люди. 40 единиц. Отлично. Какой будет следующий этап? Как вы будете развиваться? Интересно. И мы теперь, друзья, можем с вами создавать королей и развязывать всякие конфликты между двумя поселениями просто с помощью божественной силы. Раньше такого не было. Это здорово. То есть каждый народ, он будет преследовать свои какие-то цели. Хотя, конечно, я такие вещи осуждаю, но такого уж мир, такого история это всегда было и будет, к сожалению. Эден. 8 человек живёт. Это практически Эдем. Только это Эден. Дерево у нас 60 единиц. Ну, а что вы ещё хотите, люди? Я не знаю. У вас вроде бы есть, ну, в избытке абсолютно все ресурсы. А они уже, наверное, смотрите, начинают строить. Я видел, как они молотком лупят по своему дому. Да, именно так строительство и происходит. Если хочешь, чтобы дом стал лучше, берёшь молоток и просто бьёшь костёр палкой. Главное, самому не загоряться. Не стоит. Не советую. Приятного в этом мало. Так, ну давайте делать более разнообразный ландшафт для нашего первого поселения. У меня пока никаких планов нет на строительство именно этого мира. То есть просто пока будем делать то, что делается, а дальше будет видно. Так, есть несколько... Я не успел прочитать. О, нифига, смотрите. Вау, это отличается от того, что было раньше. Да, это античная цивилизация, но такого алтаря точно никогда не было. Они же просто ставили статую в центре, а теперь это прямо алтарь. Прикольно. Они несут сюда подношение, еду, рыбу, какие-то травы. Прикольно. Две статуи, смотрите. А что ты поворачиваешься? Во. Ну красиво же, красиво. Но я не вижу статуи себе. Так, им камень нужен. Ммм, стон. Ну давай. А, точно. Точно, точно, точно. Ну давай сюда зафигачим камня немного. Прямо нужно на землю бросать. И я думаю, ну давайте еще один участок. Думаю, им этого будет достаточно. Мне бы хотелось знать, какую площадь они покрывают именно своим поселением. То есть на сколько клеток они могут далеко заходить в поиски... В поисках ресурсов. Вот прям непонятно пока. Мне кажется, не хватает им древесины. Поехали. Оп, еще одна клетка появилась. Давайте здесь тоже лесок поставим. И может быть я слишком много леса делаю, а они не смогут развиваться. Ну давайте на том конце реки сделаем открытую местность, чтобы можно было строить что-то. Или другое поселение основать при желании. Да, теперь это будут не просто народы, как это было раньше. Да, то есть есть там пустынные люди, есть арктические, типа викинги. Сейчас это будут, ну, прямо вот государство-государство в привычном понимании. С торговлей и прочим. Если я правильно понял, ну потому что, а почему бы и нет? Это будет здорово. Камни они добыли уже довольно много. Нет, ну они реально, я вот могу что-то путать, но по-моему они суперактивно развиваются. Мясо. Саранча, ну тут в принципе ее можно есть, это белок, но вряд ли им подойдет, поэтому, наверное, они будут добывать рыбу сейчас в реке. Засчитается ли? Я видел, как она принесла рыбеху сюда. Просто я не могу животных пока сюда зафигачить, но никак. Ну ладно, давайте тогда создадим еще... О, новый город, класс. А не, это не новый город, это... О, боже мой! Да, друзья, смотрите, сколько всяких сил. Пустота, я не знаю, что это такое. Оман, тоже непонятное что-то, что-то божественное. Инспирейшн. Где мои, кстати, очки? Сколько у меня их? 244. Инспирейшн позволит создать короля. Давайте создадим. Воу, у нас есть король, друзья! Теперь это отдельное государство, посмотрите, столица. Шикарно, шикарно. Вот он король. Хай, будешь служить меня? Король Раш. Если не будешь слушать, будешь страдать. Надеюсь, они теперь сами будут с еретиками справляться. Ну ладно, нам нужны животные. Олени, допустим. Кто в скалах живет? Недостаточно маны живет в скалах. Животное стоит 75. Очень много, очень дорого. Давайте в скалы попробуем все-таки забросить. Нельзя. Олень. Как же медленно она восстанавливается. Люди, я, конечно, понимаю, что у вас все хорошо и как бы все, да? Но с такими темпами вы придете в упадок, если вы не будете развиваться. Вам нужно идти и развивать ну вот эти вот все местности, земли, которые я вам дал. Пахайте землю. Выращивайте пшено. Ешьте пшено. Потому что животные не бесконечные. Имейте ввиду. Ладно, хочу сюда. О, коровка. О, великая, священная корова. Ты почтила нас своим присутствием. Дай попью молока. Молочко. Вкусно? Так. Сколько вам мяса надо? Да блин, дофига. Ладно, давайте пока расширять земли. Может быть, сразу сделаем тут, не знаю, небольшое плата и на той стороне сосновый лес. Погоди, погоди, не торопимся пока. Пока уделяем внимание именно обычным лесам. Я хочу, чтобы другие люди появились. Другое поселение. Чтобы посмотреть, как они будут. Вот новое поселение, но это всего лишь сателлит столицы. Мне хочется, чтобы именно было вот новое государство. Это же будет круто. Давайте оградим прямо двойной полосой леса. Вот так. Здесь воду, наверное, тоже разместим. Вот так. Но я думаю, достаточно далеко от прошлого места, чтобы основать что-то новое. Так. Ну, создавать я уже более-менее научился быстро земли, как это было раньше. Так. Нет, 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 нет. Заменить. Пустота, наверное, это удалить. Да, пустота это удалить. Почему так дорого? 25, офигеть. Раньше это стоило 10, по-моему, нет, разве? Жесть. Очень дорого. Да я не то выбрал, я ж лес хотел. Вот, в принципе, можно это место назвать новым Эдемом. Вот тут вот. Спокойно, живите, наслаждайтесь, ешьте рыбу. Коровки здесь будут бегать, конечно, скалы будут и прочее. Допустим, гору. Гору можно прямо вот сюда поставить. Так, дальше камень для добычи, разумеется. Ну, и тоже, опять же, лес. Площади для развития города достаточно. Ну, как-то вот так получается у нас, друзья. И вода, опять же, есть. Но пока никто не стремится сюда идти и осваивать новые земли. Пока все живут у нас тут. Пытаются освоить добычу мяса, но все животные, которые были, они уже съедены нафиг полностью. Вы прикалываетесь, небось, да? Этим дерево нужно. Ну, они вообще им пофиг, им плевать. Абсолютно на своего бога не добывают они дерево, просто тусуются возле куста. Ну, это микрочелики на самом деле. Так что тут дело такое. Вот Нека, кстати, вот он. Если кто понимает, о чем идет речь. Так, ну шо, шо ты сделал с оленем? А че с коровой? Вот он еще один олень. Но корову можно было бы и не трогать. Зачем ее именно съедать сразу? Корову... Че с тобой? Почему они падают? Просто корова это не только вкусное мясо, но это еще и свежее молоко. И вообще... Хотя, наверное, они кожу ее используют, чтобы создавать одежку себе. Давайте закинем еще сюда. Акула будет теперь тусоваться. тусоваться. Смотрите. Ладно, отправляйся назад. Я просто занимаюсь ерундой. Мясо... О, две акулы, нифига, тут прямо две акулы? Эти, вторая. Она померла. А что у нее все животные помирают? А, Дамосия аннексировала Матрицу То есть напала получается Аннексит или Или захватила землю, вряд ли напала Потому что воин я вроде бы еще не видел Занятно, а как основать Тогда новое А давайте мы вот сюда закинем короля Сколько это будет стоить То есть будет два отдельных государства Ты не можешь создать больше Королевств, почему? А стоп, мы все сделали А, не сработало О, смотрите У короля есть и принц Бейли его зовут И есть Принцесса Урана Блин, круто, вот это прикольно А если вдруг сын решит Придать отца Побежит куда-нибудь туда Создаст свое государство И устроит войнушку О, принцесса выросла Принц и принцесса Ну шо? Пора, пора Пора уходить на вольные хлеба И создавать свое королевство Своё государство Коровка, кстати, жива Я уж переживал, коровка Ты уж не это Я за тобой слежу Если эти ребята захотят тебя обидеть Я испепелю их всех Просто Превращу всю эту землю в Радиоактивный пепел Так, ну там что-то пока никто не хочет жить Давайте еще Накидаем земель В принципе О, братишка Еретичок Иди-ка сюда Что ты тут рассказываешь сказке, а? Амаранты Что ты тут рассказываешь сказке? Ой-ой-ой Уронил Так, погнали Погнали, погнали, погнали Развитие, развитие Не стоим на месте Развиваемся Увеличиваем пространство Создаем леса Разумеется, без гор тоже никуда Вообще никак Потом здесь леса Леса, леса, леса Такие дикие земли Для новых Жителей Что случилось? Я слышал звук, но я не успел прочитать, что там Слишком быстро надписи исчезают Честно скажу, друзья Очень быстро Так, какие наши дальше действия? Ой, уже все доступно Огонь Гром Саранча Пустота Размер этих Регенерация Лечение Шахта Го шахту Ну, не знаю Сюда Медь Пускай добывается Здесь тоже будет медь Это дополнительный стимул Исследовать новые земли Так, давай Парамс Очень удобный Инструмент Парамс Ну, так вот просто создавать Огромные территории Ну, пока Закончились ресурсы Пока ограничимся этим, я думаю Тут главное сейчас, опять же Для разнообразия гор накидать Вулкан первый в нашем мире появляется И давайте Чего-нибудь еще сюда За бубенем Например, камня И Шахту Бэм Блин Так и знал Вау Дамосия развилась А нет, это просто скалы Так торчат Я думал, это какие-то Постройки такие Короче Дамосия Вместо того, чтобы Жить своей жизнью Мешает жить всем остальным Смотрите Ужас Так Шерсть Вам нужна Шкура Теперь, да? Ну и как Вы прикажете Создавать для вас Шкуры Вы животных Не ощадите Вместо того, чтобы их Выращивать И любить Вы их просто Съедаете И даже Шкуру Небось Не используете Коровку Куда дели? Вот просто Объясните Мне А, коровку Они наверное Убивают А потом Она Воскрешается И все Окей Хотя Акулы С акулами Проблема до сих Пор Давайте Сюда куда-нибудь Животное Забросим Коровка А в лесту У нас будут Жить Олени 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 Гиро Нанамон исследовал, короче, античную эпоху перешел. Удивительно, что вроде бы все страны, все города принадлежат одному государству, но они не делятся технологиями. Я понимаю, что в древние времена, когда какая-нибудь там, не знаю, империя персидская простиралась на много тысяч километров, от момента изобретения технологии до момента внедрения этой технологии на другом конце империи могло пройти очень много лет. Окей, я это осознаю, я это понимаю. Взять ту же Римскую империю, на территории которой жили и примитивные варвары, и достопочтенные граждане в самом Риме уже. Хотя это все было часть Римской империи. Но при этом римляне старались все-таки свои какие-то штуки внедрять и на других своих территориях. Но это сложно было, понятное дело. Они и акведуки строили, и... Вау! Какой ужас! Так-так-так-так-так-так-так-так, вода, дождь, 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 где дождь? Вот он. Что за жесть? Оленя подожгли. Нифига, такого пожара обширного я не видел еще никогда. То есть, прям... Прям это... Вообще жесть. Не, вы видали? Это же жестко. Прям лютая жесть. Вспыхнул не только лес, а вообще... Все! Так, мне кажется, вон там нужно земельки добавить, чтобы... Чтобы было все нормально. Как вы считаете? Я думаю, что да. Дополнительная территория для развития. Да, без лесов, но тем не менее... Я всегда стараюсь так делать. То есть, по центру у нас идут поля, на которых можно... Жить и строить города. А по кругу уже можно возводить леса. Чтобы были ресурсы для добычи и... Ну, балдежа, можно сказать так. Так, сюда оленя. Сюда оленя. И еще бы одну коровку я куда-нибудь поместил бы сюда. Ну, а пока вот так. Что-то со шкурами у них явные проблемы. Ноль. Им нужны шкуры... Северных... Провинций, да? Им нужны шкуры с севера. В этом проблема. Этого я не учел. Похоже, нам придется все-таки зимний регион создавать. Раньше, чем я хотел этого. И поэтому... Только я не знаю где. Так. Вот так выглядит наш мир сейчас. Все есть. Луна, иди сюда. Смотри, луна. Нам не нужна луна. У нас никогда не будет ночи. Хотя... Ладно, у нас никогда не будет ночи. А если и будет, то... Будет темная ночь. Потому что луна не будет отражать свет. Так. Где мы хотим, друзья, видеть север? Он был у нас там? Или он был у нас там когда-то? Я не знаю. Ну, давайте. Луна у нас будет здесь. Вот так и быть. Ну, ладно. Ну, ладно. Вот так. Вот так. Небольшой пока северный регион. Такой, можно сказать, Альпы. Горадна, конечно. Ой, я перестарался. Ну, ладно. Сосновый лес. Здесь можно воду устроить вот так. Ну, и красивый, в принципе, получается регион. Надо, конечно, больше-больше вечной мерзлоты добавить сюда. Опять же, для территории мана недостаточно. Дальше будем смотреть по ходу развития событий. Вот так. Ждем ресурсы. Это все принадлежит одному, блин, государству. Это я офигел, чел. А что мне не это? А, во, все. Нифига, я прямо все супер сильно уменьшил. Вот, теперь я тут. Так. Матрица, Горианонум, Дамосия, Фремнес и Пандетра. У нас города. Все развиваются. Скоро будет доступ к шкурам. Потому что на территории вечной мерзлоты у нас начинают появляться белые медведи и волки. Конечно, добывать шкуру белого медведя можно. Но для того, чтобы обеспечить целое горолевство, государство этими шкурами, сколько нужно бедных мишек истребить. Это никуда не годится. Всячески осуждаю, презираю и порицаю. Такие подходы к развитию горолевства. Не нужно вообще... Ну, корову. Вот корову, да? Вы разводите корову. Скушали коровку. О, смотрите, присты, ученые и человеки. Так вот, скушали коровку. Не надо выбрасывать. Возьмите шкурку, обработайте, оденьте на себя. Будет тепло. Мишек-то, мишки-то ни в чем не виноваты. Мишки-то, смотри на этого мишку. Ну, как можно вообще этого ласточку как-то обижать? Ну, это что значит? Это как вообще понимать? Можно поинтересоваться, ребята? Это прикол у вас, да? Вы пошутить надо мной решили, а? Ладно, я тоже пошутил. Ой, а что такое? Шутка не смешная, да? Ой. Пипец. О, друзья, совершенно новое королевство. Нарфаскер. Нарфаскер называется оно. Прикольно. Я буду всячески ему помогать, чтобы оно развивалось максимально стремительно. Нам нужен Зимний лес тут. Здесь тоже Зимний лес, чтобы была какая-то естественная преграда Против засранцев, которые захотят Это королевство Присоединить к себе Так, давайте Вода тоже должна быть по-любому Конечно же мы добавим вам Мы добавим вам камня Жуатину, конечно А, ну королевство с одним королем Бегает чисто чел, король думает Все, я классный Ничего больше в королевстве нет, один человек чисто король Понимаю, понимаю Весело, весело Камень у вас есть Шахту я вам добавлю на будущее Хотя сейчас она не нужна Но на будущее будет где-нибудь тут Готово Это, кстати, металл Но все королевства должны торговать между собой Чтобы все могли развиваться Это ведь Смотрите, у них дерево растет прямо в центре Этого дома Алтаря Все, когда работают вместе Тогда и цивилизация И идет к вершинам Это здорово Все должны дружить и сотрудничать Мне кажется А еретики нам не нужны Как вы считаете? Мужик Ну я не знаю, что с тобой сделать Ты Если я тебя закину куда-нибудь Туда Ты как вообще отнесешься к этому? Я думаю, не очень весело тебе будет Но, тем не менее Нарфаскер развивается Мишки бегают Еретики рождаются Значит, королевство У него два короля? А, это... Подожди Это король А это... Что страшно, да? Ой, какой ужас Это ж вы породили Еретиков Ребята Так, ты принц А ты король Прикольно Вы похожи И раньше таких моделек реально не было Но теперь они появились Оба Это что такое? Странная одежда Древняя Ну, на этом, друзья Мы с вами, пожалуй Пока остановимся Надеюсь, видосик вам понравился Уже какую-то часть новых штук Мы увидели с вами Например, новые строения Новые одежды И так далее Посмотрим, как будет развиваться мир В дальнейшем Ну, а пока на этом все До новых встреч Удачи Пока Счастья вам, друзья Берегите себя Покедова